Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня о главном. Первое официальное заявление Западной Армении президенту Турции. Заседание Конгресса США по Лозаннскому договору, 1927 год. В храме святого Григория Просветителя состоялась встреча Шушинского патриотического союза и жителей Шуши. Заявление Национального собрания Республики Арцах. Как отмечали праздники в Западной Армении, Мараш. Водопад Беркри в Западной Армении полностью замерз. Выставка «Секрет земли. Новая могила Шаумяна». Представляем первое официальное заявление Западной Армении президенту Турции. До этого заявления ни одна организация никогда не обращалась к Турции для официального признания геноцида, совершенного против армян. Ознакомьтесь с полным текстом заявления на нашем сайте. Заседание Конгресса США от 1927 по рассмотрению Лозаннского мирного договора. Президент США Джон Калвин Кулич. 30-й президент от Республиканской партии. Расклад сил в Конгрессе. Сенат. Республиканцы 48, демократы 46, плюс один независимый сенатор. Президент Сената, вице-президент США Чарльз Гейтс Дауэс, представитель Республиканской партии. Спикер Николас Лонгсвоур, представитель Республиканской партии. Статья полностью доступна на нашем сайте. В храме святого Григория Просветителя состоялась встреча Шушинского патриотического союза и жителей Шуши. После литургии были обсуждены повседневные проблемы жителей Шуши, а также стоящие перед ними вопросы в частности, обеспечение места жительства и вопросы получения статуса беженца. Было принято решение задокументировать просьбу жителей Шуши, чтобы на государственном уровне можно было подать правительству надлежащую заявку на предоставление жилья жителям Шуши, предоставление им статуса беженца в решении социально-экономических проблем и решение создать сообщество. Итак, уважаемые жители Шуши, наши соотечественники, поддерживайте связь друг с другом, передавайте друг другу информацию о процессе, который необходимо сделать, конечно же, с нами, чтобы можно было перечислить всех жителей Шуши полностью, чтобы начать процесс как можно скорее. Мы призываем других наших соотечественников, которым не безразличны проблемы, с которыми сталкивается народ Шуши, самые важные вопросы, игнорируемые властью, проявить свою поддержку. Патриотический союз Шуши. На протяжении всей летописи Карабахского конфликта периодически муссируются искажающие суть проблемы заявления, которые усложняют и запутывают процесс окончательного урегулирования конфликта. Считаем недопустимым любое заявление различных политических сил и деятелей, ставящее под сомнение или умиляющие субъектность Республики Арцах и его армянское будущее. Озадачивает то, что последнее подобное заявление 24 декабря озвучил премьер-министр Республики Армения, отвечая на вопросы представителей СМИ и общественных организаций. Заявление полностью доступно на нашем сайте. Армяне, проживавшие в провинции Мараш Западной Армении, как и все другие соотечественники, были консервативными, набожными и религиозными. Как правило, все застолья и гуляния сопровождались церковными и народными обрядами. Испокон веков у армянского народа был свой уникальный календарь. Исследователи обнаружили древние пласты в армянском календаре, которые были связаны с поклонением солнцу, огню и воде, в частности, во время ритуальных церемоний, посвященных самим армянским божествам. Во время праздников блюда, приготовленные в те дни, были также важны, как и церковь и традиционные ритуалы, так как во многих местах почти на все праздники в Мараше были свои особые блюда. Среди праздников, отмечаемых в Мараше, были Маленькая Пасха, отмечаемая на Рождество, Тярнентарач, Баракентам, Пасха, Праздник Благовещания, Праздник Вознесения Господня, Вардавар и Благословление Винограда. Водопад Беркри, расположенный в провинции Муради в Западной Армении, создал неописуемо красивый вид после сильного снегопада. Водопад удивляет и поражает посетителей своей красотой в любое время года. Но зимой картина более загадочна. Ледяное и заснеженное изображение водопада, стекающего с высоты около 20 метров, является целью многих туристов и фотографов. 30 ноября 2021 года в Музее народного творчества Аванеса Шарамбияна открылась временная выставка беспрецедентных находок из недавно открытого мавзолея Шаумянской общины Армавирского района Республики Армения. Срок выставки продлен с 30 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok